Шалом, дорогие друзья! Вот снова наша рубрика «Коротко и актуально о кашуке». Сегодня поговорим о том, что называется «басар халак» или «басар глад» на Итыше. Мясо халак или мясо глад. Мы пробуем разобраться, о чем идет речь, о каком мясе идет речь. Мы попробуем понять, что это значит, кому запрещено, кому нет. И, в конце концов, что делать человек, который ест только такой вид мяса, мясо глад, халак, и он пришел в гости к человеку, который едет и ест мясо с простым кашрутом, обыкновенным кашрутом, что он может делать, что он не может делать и так далее. То есть это станет нашей темой. Во-первых, начнем с того самого понятия. Что такое глад? Глад или халак переводится дословно «гладко». Имеется в виду, что проверка мяса после его каширования на всевозможный трефод, то есть вещи, которые делают мясо некошерным, несмотря на кашерную резку и несмотря на кашерное животное, прошли, то, что называется, без зазоринки, то есть все прошло гладко, нет проблем. Это тоже называется «басар глад», то есть понятие «глад» или «халак». Дело в том, что многие говорят на курицу «глад», «халак» и так далее, это немножко обман. Или неправильное понимание сути понятия «глад» или «халак». Что такое, мы сейчас увидим, что к курице это относиться никак не может, и к курице «глад», «халак» просто не существует. И нет понятия «глад», «халак» у чего-либо, кроме у животных. То есть, да, только у животных есть это понятие, но ни у какого вида еды другого, включая птицу. Итак, что такое глад? Дело в том, что глад или «халак» или наоборот не есть мясо «халак». Мясо «глад» это одно из больших облегчений, которое обычно, скажем так, является обычай ашкеназов, европейских евреев. У сефардов не все устражают об этом законе. Что такое глад? Дело в том, что один из, скажем так, показателей того, что животное трефа, имеется в виду, становится некошерным, несмотря на кошерную резку и кошерность по рождению, это понятие «сирха». Что такое сирха? Сирха – это такой вот крун, в принципе, такой вот как бы пленка, которая, очень тонкая пленка, которая покрывает легкие животные. Так вот, есть мнение, по которому считается, что если есть дырка в этой пленке, это делает животное трефа. То есть, это закон трефа. Есть, правда, другие мнения, но Шульханарук на Аллаху устанавливает, что мы обязаны проверять, есть ли дырка в этой сирхе, то есть, в этом пленке. То есть, нужно каждое животное после того, как его зарезают, нужно проверить его легкие, нету ли дырочки в сирхе, то есть, нету ли дырочки в этом пленке на легких. Это Шульханарук, то, что называется, которое обязывает, которое взяли на себя все сефарды восточные евреи. С другой стороны, Рыма, главный галахический авторитет ашкенасского еврейства, европейского еврейства, он говорит, что в этом вопросе надо облегчить, то есть, в этом нету устражения, и мы не обязаны вообще проверять сирху, ее не проверяют, не надо ее смотреть, и по этой причине, то есть, не нужен Басархаллах, то есть, да, мы не проверяем, мы ничего это не делаем, то есть, животное зарезаем и не делаем этой проверки. Из-за этого получилась очень интересная вещь, что все сефарды устражают есть только мясо, которым стоит знак халак или глад, что, в принципе, прошла проверка на наличие дырок в сирхе, то есть, были надуты легкие, проверена, то есть, вот эта вот пленка, которая на легких, и так они себя, то есть, это их галаха, это их обычаи. У ашкеназов все сложнее. С точки зрения рама нет такого устражения, не надо ничего проверять, то есть, не надо ничего проверять, нам не нужен басархалат, басарглад. Но, как вы слышите, то есть, слово глад, то есть, слово едышеское, значит, есть ашкеназы, которые все-таки в этом устражают, и действительно, есть многие ашкеназы, которые устражают и тоже проверяют сирху на вопрос наличия дырок, то есть, если там трыпа, по этому мнению, или нет. Это то, что называется гладхалат. Понятно, что курицы этого нет, она не животное, и найти этого там быть не может. Теперь у нас поднимается вопрос. Вопрос у нас, что сделать с человеком, сефардом, который приходит к ашкеназу, или у ашкеназа, который устражает и кушает только мясо-халат, то есть мясо-глад, и пришел он в гости к еврею другому, а этот еврея-шкеназ, который не устражает с законом басар-халат. Раводи Иосиф в своем респонсе, ябья Омер, разбирает этот вопрос и пишет следующее, что можно такому человеку прийти в дом к другому еврею, который не устражает, и кушать то мясо, которое ему дает, даже если оно не халат и не глад, просто кошерное. Почему? Он объясняет так. Дело в том, что весь запрет изначально, этот сирха, то есть все устражение, это то, что называется сфэк-сфэка. Сфэк-сфэка, то есть у нас есть, скажем так, вообще сомнительное, сомнение, есть ли тут запрет, а это не просто сомнение, это двойное сомнение. То есть сафэк, что это сафэк? То есть сомнение-сомненья. То есть как и у нас сомнение есть. Дело в том, что у нас есть сафэк, была дырка в сирхе у этого животного или нет, то есть сомневаемся мы вообще было ли или нет, мы не знаем. Ведь мы не проверили, то есть по мнению Рома, эту сирху после того, как зарезали животного. И даже если мы скажем, что там была дырка, то у нас есть, скажем так, сомнение, в принципе, в этом вопросе, мы сказали, есть спор между галактическими авторитетами. Есть те галактические авторитеты, которые говорят, что эта дырка не делает животное трэфа. То есть животное абсолютно кошерное, нет никаких проблем. И есть устражающие, то есть мы можем сказать, что есть сомнение, то есть по ком галаках, по облегчающим, которые говорят, что нет проблемы с этой дыркой, или по устражающим, которые говорят, что эта дырка в сирхе делает трэфу. То есть у нас есть сфек-сфека, то есть один сфек, есть ли вообще дырка, если даже есть, а может быть галаха, как те, которые говорят, что эта дырка ни на что не влияет. И из-за того, что весь запрет, он вообще сфек-сфека, то есть опускается низко очень уровнем. И есть опасность, что человек, хозяин дома, к которому человек приходит домой, он пригласил его на религиозный человек, соблюдающий кошел, и вдруг у него другой еврей не будет есть, и говорить, как бы намекать, не словесно, конечно, что его кошел недостача, он может обидеть хозяина дома тем, что они не едят того, что он приготовит, они не прикасаются к еде, или требуют, не дай бог, злоя заранее, требуют еду другую. И он говорит, это проблема. Проблема по причине того, что обидеть человека, обидеть человека, который приготовил еду, и дай ему кошерно, не по твоему сражению, но кошерно, это большая-большая проблема, это намного большее нарушение, чем поесть мясо, которое не хала, которое влияет со сражением, и вообще сфек-сфека, если в этом запрет. По этой причине понятно, что квода-бриот, то, что называется почет, уважение, достоинство людей, человеческое достоинство, оно достаточно мощное в галахе для того, чтобы оттолкнуть и сдвинуть сторону сфек-сфека, то есть сомнение, сомнение в запретах тоже. И так нужно себя вести, причем нужно вести себя не только с басар-халат, но и с многими другими вещами, если по мнению галахическому это кошерно, даже если вы устражаете, и вы приходите в дом, где не устражают, то едят то, что едут в доме, и запрещено есть не кошерное, но кошерное без устражений есть можно, даже если это по некоторым мнениям вообще нарушение запрета ТОР. Снова почему? Потому что есть мнения другие, есть другое постановление, и вообще у нас есть сфек-сфека. И остается только пожелать, чтобы мы всегда удостоились, несмотря на какую разницу в кашруте, сидеть вместе, как братья, есть вместе, несмотря у кого сужения такое, у кого сужения такое, и чтобы у нас всегда в близком народе был мир и благополучие. Всего вам хорошего и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok